Каждое утро управление пенсионного фонда «Армавира» теперь напоминает магазин во время сезона скидок. Здесь собираются огромные очереди из десятков пенсионеров. Первые звонки от очевидцев на горячую линию РЕН-ТВ «Армавир» начали поступать ранним утром. Я сейчас и нахожусь в пенсионном фонде. Здесь уже что делается? Очередь сумасшедшая. Я вчера была, я вчера не попала. Я приехала утром в 9 утра. Сказали, что талонов нет. Приходите с полседьмого. Я пришла с полседьмого, и здесь ужас. Люди вынуждены здесь занимать, потому что не попадают. Оказалось, что очередь надолго не задерживается. Счастливчики, получившие заветный талон, не ждут своей очереди в холле, а приходят к нужному времени. Остальные расходятся до завтра. Почти все хотят получить перерасчет пенсии за период ухода за ребенком. О нововведении, которое появилось в 2015 году, многие прочли на разных сайтах. В интернете было написано вчера, вот лично читала, что уже давно уже существует, уже в некоторых регионах платят. А мы только узнали, случайно. И без объявления. Без объявления. Один по-другому сказали, позвонили пенсионеры, друзьям, товарищам, родственникам. И вот все сюда. И пошел. Ну, вы представляете, вот завтра они не работают, а теперь в понедельник надо идти. К шести прийти, чтобы получить талон. С восьми они будут работать. В 104 кабинет, где проводят перерасчет, попасть и правда трудно. На специалистов свалилась большая нагрузка, но они стараются принять максимальное количество человек. В последнее время действительно наблюдается большой наплыв граждан с утра. Но прием у нас осуществляется с восьми часов до пяти, с двенадцати до часу обеденный перерыв. Но вместе с тем наши специалисты стараются принять всех граждан, пришедших в управление пенсионного фонда, и проконсультировать их по всем интересующим их вопросам. По неподтвержденным официально данным на большие надбавки рассчитывать не приходится. А перерасчет даже может быть невыгоден. В таком случае пенсия станет ниже. Обо всех плюсах и минусах специалисты расскажут в ближайшее время, когда появится официальный комментарий Краевого управления пенсионного фонда.